Благослови, Господи, плод всей лозный новый, И же благорастворением воздушными каплями дождевыми, И тишиною временною всей зрелейшей прийти час благословивый, Да будет в нас от того рождения лозного причащающегося Святое веселье, и приносите тебе дар очищения грехов Священным и Святым Твоим Телом Христа Твоего, С Ним же благословен Иси, С пресвятым и благоим и животворящим Твоим Духом, Ныне и пресно, и вовеки, и веков. Господу помолимся, Владыка Господи Божий наш, Твоя от Твоих приносите тебе О предложении Твоему Духовелевый и вечных Твоих благ воздаянием всем даруй, И живдови по силе приношения благоодноприемий, Примий ныне принесения от рабов Твоих, В вечных Твоих сокровищах возложитеся всем сподобе дару им, И мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными им, Яко благословище Твое имя, и прославище Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и вовеки, и веков. Примудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас! Преснейшую и первую и воскомненьшую, без сравнения с Тераким, Милы и небо, с хорошей, сущей, вовеки, как и величай, Слава Тебе, Крите Божьей, Слава Тебе! И Сына и Святого Духа, аминь! Иже на горе Фаворсии во славе преобразивайся, Пресвятыми своими ученики и апостолы, Христос истинный Бог наш, Молитву радуй, причистий своей матери и всех святых, Помилуй и спаси нас, як облах и человеколюбець! Аминь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Всех вас, дорогие деточки, всех причастников, В сегодняшний праздничный день сердечно поздравляю С принятием святых Христовых Таин! И всех вас, дорогие мои братья и сестры, Сердечно поздравляю с великим праздником преображения Господня! И сразу поднимите руки, кто православный! А теперь, поскольку мы все православные, Я позволю задать вам всем вопрос, А что означает само название преображения? Что означает слово преображения? Мы не употребляем в нашем лексиконе Такое выражение, как преображение! Что это такое? Ох! Значит, школа не пошла в лес! Перемена! Преображение! Перемена! А какую перемену мы с вами празднуем? Перемену образа самого Христа, Перемену его одеяния, Перемену, которую он засвидетельствовал, Единственный Бог, Который засвидетельствовал свою перемену Перемену перед своими учениками, Перемену перед своими учениками, Которые засвидетельствовали и свидетельствуют О этой перемене во всех православных храмах по сей день, Господь берет с собой Петра, Иоакова и Иоанна И поднимается на высокую гору Фавор. Две горы-близнецы, Фавор и Ермон, Смотрят глазами друг на друга, И он выходит на гору Фавор, Является ему Моисей Илья, И разговаривают с ними. Евангелист говорит нам О этой перемене. Лицо Христа блистало, как солнце. Ризы его стали белы, как свет. Нет, не можем мы представить себе это преображение. Можем ли мы открытыми глазами смотреть в лицо солнцу? Нет. Оно поражает и раздражает наши глаза. Можем ли мы сравнить белизну белого мира с тем, что называется белое? Что может быть белее белого мира? Ничего. Вот, мои дорогие. И поэтому апостол Петр говорит, Господи, посмотри, как нам здесь добро быть. Давай построим три шатра. Одно Ильи, одно Моисею и одно тебе. И Господь дает им повеление. Когда сказал эти слова апостол Петр Из облака глаз свидетельствует Все мой сын возлюбленный О ним же благоволите. Невозможно человеческому уму Постичь эту тайну. И когда начинали спускаться с горы Господь дает повеление своим ученикам Никому об этом не говорите До того момента, пока Сын Человеческий Воскреснет из мертвых. Давайте, дорогие мои, чтобы нам было легче Представить сияние Божественного Света. Представим себе человека, который опускается В большую глубокую пещеру Уселенную камнями И уходит далеко-далеко от входа И представьте, у него тухнет фонарик Он находится во тьме Он не знает, куда направить свои стопы Для того, чтобы выйти из этой тьмы Немало трудов человек вкладывает И когда приближается Чуть-чуть ближе В ходу Он видит Маленький Пробивается пучок света И он Возрадуется И прямо идет На этот пучок света Есть свет физический Это свет солнца Свет электрической энергии Но есть свет духовный Свет божественный Свет физический Светит всему Что наполняет мир Обратите внимание на любое дерево И подойдя к нему Посмотрите Куда это дерево Поворачивает Все свои листочки Они поворачиваются К свету К солнцу Посмотрите Цветет подсолнник Огромное поле Куда поворачивается Голова подсолнника К свету К солнцу И так все живое В этом мире Без источника света Не может ничего жить Так и без духовного света Не может жить Душа человека Господь преобразился И показал нам Засвидетельствовал Нам свое божество Единственный Бог Который засвидетельствовал Свое божество И открыл человеку И призывает нас Преображению Преобразует нас Следовать свету Духовному А где этот свет? Он Ниспосылается От Бога Для каждого Человеческого Верующего сердца А Господь посылает Божественную благодать Которая согревает Душу человека И просвещает Душу человека И человек Тогда может Реально оценить Свою собственную жизнь Человек только тогда Может Разделить Дела света И дела чмы Поступки Божьи И поступки Дьявольские Разделить Зло От добра Правду От лжи Только тогда Ни при каких Иных обстоятельствах Это сделать Невозможно И в сегодняшний день Я искренне Всех вас Мои дорогие И сердечно Поздравляю С этим Преображением Господи Дай нам Дерзость Дай нам Силу Дай нам Силу Духа Твоего Божественного Который Би просветил Наши души Который Би наставил Нас На всякую Правду Без Которого Невозможна Нормальная Жизнь Человека И тем Паче Спасение Наших Душ Особенно В сегодняшнее Время Мои дорогие Братья и Сестры Я призываю Вас к молитве Я призываю Вас Чаще Заглядывать В глубины Своих Сердец Чаще Проводить Анализ Своей Собственной Жизни Все мы Люди И как Только Начинаем Рассуждать То мы Сразу Говорим Господи Я не Такая Я не Такой Там Пьяницы Там Блудники Там Развратники А кто Я А что Такое Я А я Это последняя Буква В алфавите Но под Этой Последней Буквой Кроется Страшный Человеческий Грех Гордыня Которая Пытается Поднять Нас Поднять На самые Высокие Высоты А потом Простите Плюнуть Нам в глаза И кинуть Нас В пропасть Где мы Погибнем Вот что Такое Я Господи Дай нам Я Ставить На свое Место Которое Оно Поставлено В алфавите Чтоб мы Понимали Что без Молитвы Без Покаяния Без Бога Не до Порога Пусть Господь Укрепит Всех Нас На этом Нелегком Пути И Особенно В Сегодняшнее Время Я Не Удивляюсь Я К этому Готовлюсь Потихонечку Готовлюсь Я Хочу Вам Сказать Что До Этой Пандемии В Сегодняшний День Крестный Ход Не Размыкался Народа Была Забита Вся Площадка Вокруг Храм Что Сделала Пандемия Одних Погубила В Других Посеяло Сомнения А В Третьих Посеяло Самый Страшный Страх Страх Чего Страх Смерти А что Такое Смерть Вы Знаете Как Хочется Жить Как Хочется Жить Я Могу Об этом Говорить Потому Что Я Все Прошел И Настолько Мил Этот Божий Мир Этот Свет Богом Сданный Что Плачешь Рыдаешь И Просишь Господи Продли Но Если Мы Через Страх Будем Терять Веру Мы Погибем Мы Погибнем Мы Исчезнем Как Народ Мы Исчезнем Как Нация Мы Исчезнем Как Церковь Мы Саморастворимся Я Никогда В жизни Не Сказал И Не Скажу Что Махайте На Все Рукой Нам Говорит Народная Мудрость Бережен Бог Бережет Берегите Себя Но Не Меняйте И Не Дорожите Больше Страхом Нежели Молитвой И Верой Не Идете В храм Молитесь Дома Читайте Евангелие Непрестанно Читайте Евангелие Потому Что Евангелие Нам Открывает Вечную Неизменную Правду Оно Нам Открывает Путь Спасения И Если Мы Дорожим Своим Сердцем Своей Душой Своими Родными Непрестанно Читайте Евангелие Пусть Господь Поможет Всем Нам Поряди Это Непростое Испытание И Конца Ему Скоро Не Будет Не Думайте Что Будет Конец Завтра Будет Новый Вирус Пусть Завтра Будет Еще Новый Вирус Мы Переживаем Страшное Время Весь Мир Переживает Третью Мировую Войну Но Мы Не Можем Оценить Какой Великой Ценой Нашим Дедам Отцам Досталась Победа С Врагом Они Оставляли Семьи Маленьких Детей Жен Они Слезами Прощались Но Понимали Что Они Идут Погибать За Будущее Своих Детей За Своё Отечество А За Что Сегодня Погибает Народ В Этой Страшной Войне За Что Мы Погибаем Мы Погибаем За Гордыню Избранных Мира Сего Но Мы Должны Помнить Что Мы Православные Люди Мы Должны Понимать Что Только Молитва Не Опустит Нас И Не Оставит Нас Господь Если Мы Будем Прибывать Молитвы Я Сразу Приведу Сравнение Любой Президент Любой Страны Если Б Ему Пришли И Сказали Завтра Умрешь Или Сегодня Отдай Половину Государства Отдаст Отдаст Еще Рас Повторяю Отдаст Но Будет Спасать Свою Жить Но К сожалению Увы Это Единственная Правда Правда Единственная Которая Исполнена В словах Христа Никто Из вас Живущих В этом Мире Не Знаете Ни дня Ни часа Когда Я Пошлю Своего Ангела Разлучить Ваш Дух От Вашего Тела Вот Это И Есть То Страшное Для Неверующих Людей Выражение Смерть Апостол Павел Получает Нас Бодритесь Бодритесь И Всегда Готовьте Себя До встречи С Христом Вот Мои Дорогие Это Наша Школа Это Наше Призвание Это Наша Мудрость Это Наше Спасение Для Каждого Из Нас Аминь С праздником Будем Бояться Только Греха Только Греха Будем Бояться Дорогие 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 Дорогие